Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами я, Андрей Столетов. И знаете, как-то мне поднаскучило смотреть всякие тиктоки, хуёки и прочую хуйню, и поэтому сегодня мы с вами посмотрим такую передачу под названием «За гранью». Поэтому всё, не буду вас томить, давайте смотреть нахуй, блядь. Ай, забыл, блядь, добавить. Серия называется «Королевство клопов». Произнесли, блядь, чтоб уж понятно было, что это точно эта передача, блядь. Из-за соседских клопов и тараканов жильцы столичной многоэтажки ходят по подъезду в бакилах, перчатках и масках. У нас в гостях Ольга Перерва и Анна Демидова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Ольга. Меня, конечно, так забавляет базовая модель поведения ведущего. Это просто, блядь, нечто. Я никогда в жизни не видел людей настолько манерных. Быть может, вас это может раздражать, но к этой хуйне, когда привыкнешь, это довольно прикольным кажется. Вы заходите в подъезд в полном обмундировании? Совершенно верно, да. Я перед подъездом на улице надеваю бахилы, прохожу поднимать к себе на этаж, снимаю их, чтобы в квартиру не заносить. И мою обувь каждый день, то есть как по приходу в квартиру еще и вымываю. А что же такое в вашем доме происходит, что вам приходится ходить в бахилах, мыть обувь без конца? В нашем доме появился прекрасный, замечательный сосед. Он с наступлением холодов перебрался с улицы на первый этаж в подъезде, постоянно сидит. По нему ползают разные насекомые, клопы, вши. Блохи? Вши? Да. Подождите, а что значит перебрался с улицы? Он что, бомж? А, нет, у него есть квартира, он живет на восьмом этаже, просто он не может туда зайти. Она у него полностью от пола до потолка завалена вещами, дверь открывается буквально, вот, на открытие двери хватает места, и дальше, в принципе, в квартиру попасть невозможно. Ну, и, наверное, по причине того, что... Я, используя дедукцию, нахуй, могу сделать вывод, что дверь открывается внутрь, блядь. Это довольно редкая хуйня, обычно все квартиры у них наружу дверь открывается. Да это даже, блядь, логичнее, нахуй. Внутрь дверь открывается, это неудобная какая-то поеботина, а вот наружу удобнее, блядь. У него в квартире... Такая, типа, ой, вот, блядь, психически нездоровый человек, а у самой такой макияж, блядь. Просто огромное количество клопов, они его там просто едят заживо, крики... Подождите, а он что, живет в подъезде, что ли? Да, летом он спит у мусорки на улице, а когда холода наступает, он перебирается в подъезд и живет на первом этаже у нас там, сидит постоянно. Он там и спит лежит, он там и нужду свою справляет. Анна, а вы на каком этаже живете? К сожалению, живу рядом с ним, на одном этаже. То есть вы лицезреете все эти красоты с клопами, тараканами? В самых ярких красках. Так они бегут к вам, наверное, в квартиру тоже? Конечно, и в квартиру бегут, и на лестницу ко мне бегут. Так что, у него дверь всегда открыта, что ли? Да. У него, в принципе, ее нет. Двери нет у него? Она фактически есть, но из-за того, что очень много хлама, она не закрывается. Квартира муниципальная, а хлам, который там нужен, он не нужен никому. Вы его видите только на лестничных клетках, что ли? Да, на моей лестничной площадке. Его в квартире самой я не видела. А вы спрашивали у него, что же с тобой случилось, почему ты не в своей квартире, почему ты здесь? Нет, однажды я хотела его угостить кофе, но он не пошел со мной на контакт. Ольга, а вы пытались общаться с этим соседом? Нет, я не пыталась с ним контактировать, честно. Каждый раз заходить в подъезд, это и так стресс испытываю. Я уверен, что этот человек не горит желанием с кем-то контактировать, блядь. Потому что, ну, не знаю, живой, он там мертвый уже лежит. Ну, как бы не очень приятно с ним контактировать. Грязный? Ну, он грязный, да, ну, по человеку ползают насекомые. Маш, тебе тоже было бы страшно зайти в такой подъезд? Что бы ты делала? Я вообще не понимаю, о ком идет речь? Это какой-то монстр, да? Да. Судя по рассказам Анны и Ольги, весь дом страдает от одного человека. Жить с таким соседом нельзя. Да и продать недвижимость в таком доме, видимо, будет сложно. Светлана, а вот другие квартиры в этом подъезде ввиду такого соседства тоже теряют в цене? Конечно, они очень страдают в цене. Потому что придут люди и начнут спрашивать у соседей, а как у вас дом? Не холодно ли? А нет ли каких-нибудь таракашек, клопов? И все выйдет на свет. Соседи, добрые люди, все расскажут абсолютно. И такая квартира, вы просто не сможете ее не то что по рыночной цене продать, даже за 30% от цены. Продажа остановится на моменте просмотра, когда вы открываете дверь подъезда, и сидит бомж. Мы побывали у вас в подъезде. Давайте посмотрим. Вымытый пол, стены побелены голубой и белой звездкой, на подоконниках цветы в горшках. В подъезд, где живут Анна Демидова и Ольга Перерва, кажется чистым, если не присматриваться. Ползают клопы, все соседи стараются их как бы убивать, но даже, по-моему, один живой подзет. Прежде чем зайти в подъезд, Ольга каждый раз надевает бахилы, чтобы насекомые не проникли к ней в квартиру, прицепившись к подошве ботинок. Меры предосторожности. Ребят, кто знает, эта хуйня имеет смысл? Просто, как вот я смотрю, это как шиза какая-то ебаная. Пишите в комментах. Пользует более радикальные методы борьбы с вредителями яд и физическую силу. Я их обливала лаком для волос, потому что я не знала, чем, в принципе, их остановить. Здесь следы есть, здесь следы есть. Я их заливала лаком для волос. Вот, блядь, городские, нахуй, вообще не знают, что делать, а сам хуй знают, как клопов травить. Но я бы, блядь, сначала в интернете загуглил, что делать, чтобы клопов потравить, блядь, а не лаком для волос их заливал бы, блядь. А прикидывайте, если в интернете написано, что клопов, типа, пиздач, всего травить лаком для волос, блядь. А то угодило. Логово насекомых в квартире на восьмом этаже, уверяют женщины. Ух ты, ёпт, нихуя себе, блядь. Хозяин полностью уступил клопам и тараканам свое жилище. Для них здесь настоящий рай. Все от пола до потолка набито зловонным мусором. Соответственно, дверь не закрывается, из нее выбегают те самые насекомые. Сам мужчина перебрался жить в подъезд, рассказывают соседи. Прямо здесь, на лестнице, он ел, спал и даже справлял нужду. Сергею нужду справлял. Я охуеваю от того, как у людей кукушка порой может поехать, блядь. Вы просто вдумайтесь, блядь. Свою хату хламом захламить, блядь. А самому себе места даже не найти и хуй с ним. Ладно, хлам пускай в квартире хранится, а я на лестничной клетке поживу, блядь. Правлял бутылочку. Был такой, конечно, момент, когда он ходил под себя, и это видели дети. Иногда Сергей лежал, и было непонятно, умер он или он живой. Вернуться домой с работы и обнаружить бездыханное тело в подъезде не идёт. Они, небось, все хотели эту хуйню, блядь. Единственное, чего боятся женщины. Когда он спит, неприятно просто перешагивать через тело. Но и также опасаешься, что он может схватить тебя за ногу, проходя. Потому что соседи рассказывали, что были такие случаи, когда он как-то вот себя так проявлял. Маша, как тебе увиденное? Это какой-то серии ужасов посмотрели. Но дело в том, что, а где вообще общественность? Он такую антисанитарию в доме устроил. Его надо просто забрать. Я прочёл. Это, блядь, певица нахуй. Ебать нахуй. Мне интересно, конечно, послушать, как она поёт. Быть может, я ошибаюсь, блядь. Но что-то мне кажется, что с таким голосом вряд ли она может быть певицей, блядь. Брать прям за шкирку, причём скафандр одевать, чтобы до него дотронуться. Примерно так оно и было. Да, с противогазами брать его и отвозить вообще. Весь этот хлам сжечь надо. И там, я не знаю, керосином обрабатывать. Я не знаю, там всех жильцов вообще выгонять. Всех жильцов расстрелять, нахуй, блядь. Видите, всё, каждую квартиру керосином обрабатывать. Я согласен. Мне кажется, это, блядь, нелогично, нахуй. Но будем действовать по её логике. Работаем. Это за гранью, это, я говорю, фильм ужасов. Для меня это вообще просто какой-то трэш. Вообще это ужасно. На самом деле ужасно. Потому что я понимаю, что с этим ничего невозможно сделать. Потому что все ожидают, что от кого-то начнётся инициатива. Но, как говорится, перекладывают просто друг на друга. На самом деле, увиденное нами для меня просто предстало как трагедия одного человека. В первую очередь, этот человек. И у меня первый вопрос возник. Почему этот человек пришёл в эту точку, в которой он позволяет своему жилью выглядеть так. И позволяет себе так испортить свою жизнь. На самом деле, я испытываю колоссальную к нему жалость. Здорово, что вы пришли и обратились за помощью. Потому что я надеюсь, что эта передача расставит точки над «и» и даст ему какой-то второй шанс. Который мне бы очень хотелось ему пожелать. Получается, что вот этот хлам, что до потолка, выгнал по факту жильца в подъезд и на улицу. Он сам себя выгнал. Это за гранию. Да, за гранию какую-то пустоту получается. Помочь ему, конечно, мы все хотят помочь. Мы вызывали скорую, но он от помощи отказывается. Он говорит, я здоров, мне ничего не надо. Лилит, эта квартира является рассадником инфекции, наверное. Да, я могу сказать, что там действительно могут быть разные инфекции. Но если мы говорим о том, что сами клопы могут быть заражены ВИЧ-инфекцией, туберкулезом... Чего? ВИЧ-инфекцией, блядь? Блядь, подождите, мне показалось, что мне послышалось. ВИЧ-инфекцией. Чего нахуй? Клопы, блядь, ВИЧ-инфекцией? Чё за хуйня? Это какая-то ёбань ебаная, блядь. Ребят, кто знает, блядь, напишите в комментариях, какая нахуй ВИЧ-инфекция, блядь? Туберкулезом. Я не доверяю этой женщине. Политом, да, такие заболевания. Маш, я заметил, что при слове инфекции у тебя как будто задергался глаз. Глаз? Да у меня вообще всё дергается, когда я слышу, да... И хуй! Слово инфекция. Я знаю, что ты очень трепетно относишься к чистоте. И дома я слышал у тебя несколько пар тапочек. То есть для каждой комнаты свои тапочки. Ну, это мой бзык уже личный. Да, у меня всё чисто, но я люблю. Например, в спальне у меня одни тапочки на кухне, другие в холле, третьи. Меня так воспитала моя мама. Я настолько вот чистюлика, всему вот так вот... Но у каждого в голове свои тараканы. Но такие гуси, которые сейчас рассказывают, как говорится, вот девушки, про вот эти нечистоты и монстра-бомжа, как его назовёшь? Я бы называла даже не бомжа, а монстр. Анна, ваша квартира в собственности или вы её снимаете? Нет, я её снимаю. А почему же вы тогда не уедете из этого дома? Я изначально хотела сразу уехать, когда увидела всю ситуацию, которая происходит в подъезде. Но хозяйка этой квартиры не вернёт залог, потому что пойдёт всё не по договору. А вы подписывали договор, не видя квартиры, что ли, да? Она не сказала о том, что есть такие проблемные соседи. Она утаила это. Вы можете расторгнуть договор. То есть, надо понимать, у вас не договор аренды. У вас договор найма. Найма. Да, и это очень большая разница. Поэтому вы можете даже сейчас вот уже обратиться в Роспотребнадзор, вызвать санэпидемстанцию, которая зафиксирует, что на территории квартиры имеются вот такие-такие-такие-такие-то насекомые, да? Это уже будет основание для того, чтобы расторгнуть договор, потому что вы скажете о том, что, простите, но здесь как минимум небезопасно. Для здоровья даже. Евгений, и в таком случае Анне вернут залог, если она захочет съехать с квартиры? Конечно. Если даже не вернёт, можно будет этот залог взыскать в всё время порядки с ним в любом случае. Ну, Аня, надо было действительно, тебе надо было давно убежать оттуда. Вы знаете, я как... Видите, она уже с ней скорешилась, блядь. В баньку, наверное, успела сходить сразу к ней на ты, блядь. Одинокая мама, для меня эти 45 тысяч имеют большой вес. Анна, вы сейчас одна проживаете в квартире? В данный период, да. Но у меня есть ребёнок, ему ещё нет года, и поэтому мне пришлось отвезти её к родителям. Ваша дочь не живёт с вами из-за соседства с клопами? Да. Она же совсем малышка, ей нужна мама, ей нужны вы. Ну, у меня есть работа, я же должна ходить на работу. А забрать её к себе я просто не могу, потому что как раз у меня была дисинфекция дома. Это очень опасно, чтобы ребёнок там находился. Она ещё маленькая и тянет руки в рот. И если, не дай бог, она травится, я себе просто не прощу этого. Ну, я езжу сама к ней на выходные, я всегда провожу время с ней, но этого очень мало. Анна, как вам такое? Мать вынуждена расстаться с дочерью из-за жуткого соседа с клопами. Вы знаете, я думаю, что Анна не до конца откровенна с нами, потому что невозможно прийти, смотреть квартиру и не увидеть рядом прям соседа по лестничной клетке. Девочки вот сами только что рассказывали. Ещё как возможно, блядь. Мы жили в квартире, там ёбнутые соседи, блядь. Мы нахуй понятия не имели, что они ёбнутые. А потом, блядь, прекрасно на своей шкуре это всё убедились, блядь. Они там по батареям из-за любой хуйни стучали и так далее. Жаловались на нас, блядь. Ну, короче, там всякие такие, блядь, у них прибабахи, так скажем. Вы не понимаете, как только похолодало Сергей появился. То есть он сидит сейчас там буквально две недели. Анна заезжала летом. Летом его нету. Расставание с ребёнком, которому ещё нет года, это действительно трагично, я думаю, в данной ситуации. Необходимо ребёнку видеть маму. Я вспоминаю себя, я послевоенная девчонка попала в больницу, скарлатина заболела. И там столько было клопов. Я помню, что я сидела, спустившись в кровать, вот посередине палаты, чтобы на меня клопы не добирались. Представляете, что это какой-то кошмар. Я могу представить, что сегодня, в сегодняшний день, может такое произойти. Я очень сочувствую этой мамочке, потому что действительно жалко ребёнка. Понимаете, жалко ребёнка, это ужасно. Почему не вызвать действительно санэпидемстанцию, пусть она в заключение напишет, что это антисанитария, что здесь нужно что-то делать, здесь нужно бороться. Ольга, блядь, ну это прям заёбы, это что-то делать надо. Ну его нахуй, лучше на передачу сходить, блядь. Ну вы писали куда-то какие-то письма? Да, у нас есть активисты в подъезде, которые куда только уже не писали, что они только не делали. Вот он живёт и проживает свою жизнь так, как он хочет. Ему эти вещи не нужны, да? То есть как бы есть синдром Плюшкина, который всё приносит, но они за своё вот это богатство не держатся. То есть они не дают. Он говорит, хотите, выбрасывайте, выбрасывайте. Он разрешает. Но он сам не может это делать. В огромном городе Москва, рядом с людьми, оказался человек, у которого возникла определённая ситуация. И он в этой ситуации оказался один. Пусть там у него плохой характер, хороший там, неважно. То есть он реально социально нуждается в помощи других людей. Она готова оказать Сергею всю необходимую помощь. И уже приютила его у себя. В нашей студии Лана Журкина. Здравствуйте, Лана. Здравствуйте. Откуда вы знаете Сергея? Он находится у меня в моём реабилитационном центре. Как он к вам попал? Изначально на почту нашей организации пришло письмо от жителей. Уже закрутилась история. И когда мы туда приехали, человека уже забрали в больницу. И, в общем-то, моя история с Сергеем Евгеньевичем началась с момента, когда я его стала искать, в какой больнице он находится, связываясь с врачами. Затем выстраивать маршрут, чтобы забрать его к себе в адаптационный реабилитационный центр. А как он, Лана, оказался в больнице? Это благодаря жителям. Жители настояли. Они привлекли полицию, привлекли скорую помощь. Естественно, скорая помощь отказывалась абсолютно забирать человека без его согласия. Потому что они не имеют никакого права, скорая не имеет никакого права без согласия. У нас вся помощь оказывается по заявительному характеру. Человек должен сам сказать, что он нуждается. А он был в таком глухом отказе. Когда вызвали и скорую, и полицию, то есть и со всех сторон вышло очень много соседей. Мы просили забрать, мы убеждали Сергея, что ему нужна помощь, что вот съездите. Лана, как он в итоге оказался в реабилитационном центре? Я связалась с социальным координатором. И когда социальный координатор поговорила с ним, рассказала, что вот вы сейчас можете поехать вот в такой-то центр, там будут такие условия. Он очень обрадовался, сказал, да, я готов, я поеду. Таким образом он оказался у нас. И как долго он живет у вас? Ну вот сколько уже, третий день? В каком он сейчас состоянии? Прекрасно. Человек на самом деле сейчас наслаждается моментом, когда он в тепле, в уюте. К нему дружески все расположены. И то, что вы видели, и то, что я сейчас вижу, это два разных человека. Мой первый вопрос был к нему. Вы понимаете, что у вас так сложилась ситуация, потому что вы одиноки? Вот в этом мире вы стали одиноки. Он мне сказал, да, но я к этому привык. У него нет семьи? У него нет семьи, у него практически близких родственников никого нет. И привязка его к этому дому, она существенная глобальная, потому что он 60 лет, из 63, прожил в этом доме. То есть там же жили и его родители? Почему же тогда он свою квартиру привел в клоповник? Что с ним случилось? Он жил с мамой. Мама говорила, не надо работать, мы проживем прекрасно на мою пенсию. Никуда не ходи, ухаживай за мной. Мама не стала. Появилась такая огромная брешь, которую он стал заполнять какими-то вещами. Для нас мусором. Для него защитой от мира. Что у него нет образования, профессии? Нет, он работал инженером. Мы пока еще документов не видели. Блин, я не удивлен, что он инженером работал нахуй. В жизни появляется такой человек, который может предложить ему какие-то условия, которые должны были бы быть у нормального человека. Да, и социальный сбой, который произошел, он, наверное, является тем самым фактором того, что с ним случилось в результате. Мы вот сидим с Машей, я немножко не могу укладывать в голове все это ужасно. Не укладывается. Или это его мама виновата, так может быть, как-то упустила. Да, будем жить на мою пенсию. Эгоизмом, понимаешь? Она должна была подумать, ведь если он инженер, специалист, и, может быть, хорошей, высокой квалификацией был специалист. Почему? Он должен, наоборот, трудиться и нанять, если никого больше не было, если нету невестки, то тогда какую-то домработницу. И оплачивать этот труд. Маш, ну согласись, что соседи Илана... Ой, блядь, знаете, вот есть такая хуйня, вот сыт и голодного не поймет. И вот эти богачи ебаные, они, блядь, а чё это он тебе домработницу не наймет? Он же инженер, нахуй. Нихуя себе, блядь, инженер на свою инженерскую зарплату, блядь, домработницу будет нанимать. Пиздец, нахуй. В каком мире эти люди живут? Я охуеваю просто, блядь. Как будто бы говорят о разных людях. Можно 30 лет прожить с человеком, и в конце только пути с ним узнать, какой же он был сыпать. Понимаете? Вот в чём дело. Но тут вот получается, что Лана за три дня всё-таки что-то узнала о человеке, а соседи так и не нашли к нему подхода. Денис, такое часто бывает? Это редкость. Обычно происходит это с женским полом. Они любят хлам, они любят всякие вещи. Есть даже статистика, причём она опровергает ваши слова. Мужчины чаще страдают синдромом Плюшкина в связи с тем, что женщины больше, более социально активны и больше разговаривают, а мужчины склонны замыкаться. Уходят в себя. Это верно, да, да, да. Ольга, сколько лет вы живёте уже в этом доме? Я живу два года. В марте будет три. Жил там отец, да, в этой квартире, я жила в другом городе. Папа рассказывал мне, говорит, я его подкармливал, он отказывался. Говорит, я просто оставляла, говорит, но видел, что он всё равно как бы... Блядь, подкармливал, как будто он рыба ёбаная. Кушал, как принимал, да, вот это всё. Он выживал только потому, что... Он принимал еду, блядь. Соседи его подкармливали. Совершенно верно, да. Летом, может, он на помойке чем-то там себя прокармливал, да. Ну и соседи, конечно, выносят, ему воду, да, ставят, чтобы, ну, как-то поддерживать его. Ладно, а что вам об этом рассказывал Сергей? Чем он питается, где живёт? Мы в лоб эти вопросы не задаём. У нас вообще принято всё подчиняется жёсткой дисциплине. То есть вовремя встать, почистить зубы, помыться, убрать кровать, помыть посуду, принимать участие в готовке вместе со всеми остальными, делать генеральную уборку, пойти гулять, пойти к психологу, пойти к соцработнику. То есть у них жёсткий график. И что, вы хотите сказать, он всё это делает? Он с радостью, он сказал, я три года прослужил на фронте, мне очень нравится такой режим. Единственное, что я спросила, скажите, пожалуйста, Сергей Евгеньевич, а ваша мама была жёсткая женщина? Он сказал, она была лучшая, идеальная. Она была очень хорошая мама, никогда ни за что не наказывала. Когда человек уходит вот в такую нирвану, да, вонючую, клопучую, это, скорее всего, то, что ему не хватает той самой жёсткой руки, которая бы его направляла. И, скорее всего, это мать была. Ах, вот оно что. А как долго он пробудет в вашем центре? Всё зависит от того, в какие сроки мы сможем помочь ему с восстановлением документов, с приведением квартиры в порядок. И мы даже ему сразу сказали, что мы будем решать проблему с постепенным погашением долгов по коммунальным услугам. И когда вам снова будет грустно и скучно, вы можете всегда прийти к нам на 2-3 дня пожить, пообщаться с людьми, и таким образом он не будет выпадать из социума. Он несчастный, да. Ему правда плохо, ему правда тяжело. У нас там весь дом страдает. И весь дом в угоду одного человека должен сейчас, получается, терпеть укусы клопов, не видеть ребёнка и так далее. Ну, вы простите, но есть же права людей, которые там тоже живут. Наймодатель, то есть, ну, давайте условно, займу права там. Видео об этом мужике, поэтому мы уже прониклись его ситуацией. А он такой, в угоду этому человеку, блядь. Нам вообще-то похуй на всех остальных в данный момент, блядь. Нам сейчас важно проникнуться, почувствовать душевную боль вот этого Плюшкина ёбаного, блядь. А он такой, типа, с клопами, блядь. Фу, фу на таких, блядь. Да, она может расторгнуть с ним договор, ввиду того, что он существенно нарушает правила использования помещения, которое ему было передано. Она же не приватизирована, эта квартира. Она, повторюсь, не собственность. Он понимает всё это, но он находится в том состоянии, когда действительно ему нужно участие в его судьбе. Вот надо помочь человеку, помочь, помочь. А давайте с терминологией определимся, помочь или за него сделать. С таким подходом, излишней толерантностью и так далее, да, потому что она уже граничит с попустительством. Есть свобода, есть вседозволенность. Вот там мы видим вседозволенность. Мы доиграемся до того, что произойдёт какое-то происшествие. Трагедия. А потом мы будем посыпать голову пеплом и говорить, ну мы бы не дали, если бы они нас догнали. Да 60 лет дожил и никто не может делать. И ни за что не отвечает. Какой-то лентяй. И сам себя... Ой, блядь, мне тяжело эту женщину слушать. Ставь лайк, если тебе тоже. Вниз опустил. Какой инфрентризм. Я с Богом с вами согласен. Вниз, это просто такой субъект. Это его решение. Это его ответственность. Он, простите меня, мужчина. Как будет выглядеть помощь в уборке квартиры? Вы наймёте клининг какой-то или у вас есть социальные сотрудники там и так далее, которые придут и вычистят? Службы социальные, они заинтересованы в том, чтобы там был порядок. Чтобы всем вокруг было комфортно жить. Жильцы жаловались же, по-моему. А как давно начали вот эти вообще вещи происходить? Два года назад. Что на обвинение соседей ответит хозяин квартиры, которая превратилась в королевство клопов? Жилочи там никакой не было. Там просто вот такой слой пыли из-за отложений многолетних. У меня просто вещи сложены штабелями. Я считаю, всё, что мы сейчас здесь видим, действительно за гранью. И почему в веток мужчины винят его покойную мать? Мне не на что жить. Мать умерла, денег нет, помогите. Они уже не могут работать. Они уже... Они знают, как работать. Они за собой не умеют ухаживать. Мишки по окну, ну спасибо, милые мамочки. Это всё началось с детства. Узнаем через пару минут. Сколько было сейчас психоанализа. И этот мужик придёт сейчас в студию. Всё, кайф. За гранью. Это за гранью. Подъезд московской... Сука, блядь, ещё второй раз повторил, блядь. Сначала за гранью. Это за гранью, блядь. А мы тут, блядь, нахуй не поняли, блядь. Многоэтажки кишит клопами и тараканами. Жильцы в ужасе. В борьбе за свою безопасность они вооружились дихлофосом, ловушками для насекомых и бахилами. Каждый раз, подходя к подъезду, я надеваю бахилы, дабы не занести насекомых себе домой. 31-летняя Ольга Перерва рассказывает. В королевство клопов их подъезд превратил сосед с 8 этажа. Мужчина под завязку забил жилище хламом. Места не осталось даже для самого хозяина, поэтому он переселился на лестничную клетку. Одно время он находился там. Соседи слышали вопли, крики оттуда. Видать, та самая наша проблема клопы. Да, просто поедали его заживо. И вот уже... Знаете, какую хую представил? Помните, фильм был такой, мумия, и там типа с корабеей такие под кожу там залазили и так далее, и съедали человека заживо, и типа такая же хуйня, только с клопами, блядь. Два года мужчина живет в подъезде, справляет там нужду, ест, что подадут соседи и спит там, где придется. Переезжать в квартиру он все еще не планирует. Соседи пишут жалобы, вызывают полицию, вызывают скорую помощь. От скорой помощи Сергей отказывается, полиция не может с ним ничего сделать. Уговорить мужчину покинуть родной подъезд удалось директору реабилитационного центра Лане Журкиной. Она забрала хозяина злополучной квартиры на попечение. Человек, который нуждается в помощи, который реально страдает, и его страдания действительно очень жесткие. Я считаю, что человек в возрасте за 60 не должен терпевать таких неудобств в своей жизни. Однако жильцы дома боятся, что сосед вернется и снова возьмется за старое. Он приедет обратно в свою квартиру, он будет ничем не занят, у него опять выйдет вот эта лень, и все пойдет по-новому, заново. Анна, Оль... Это вот знаете, такая вот поеботина конченная, блядь, там, говорит, что кто-то там ленивый и так далее. Лени не существует. Тот, кто эту хуйню говорит, тот как минимум не имеет эмпатии, блядь. Ольга, ваш сосед не понимает, почему вы на него ополчились. Ведь все проблемы решатся, если вы просто уберетесь в его квартире. В нашей студии Сергей Самылин. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Соседи жалуются на вас всем домом. Клопов развели. Ужас один. Это правда? Нет, блядь. Это неправда вам показалась. Жил, значит, там никакой не было, значит, там была бы произведена сан-дезинфекция. Там просто вот такой слой пыли из-за отложений многолетних пылевых отложений. Вот и все. Вы заметили мысли скомканные все, блядь? Тяжело мужику мысли формулировать. Ну, блядь, как бы тут очевидно, что человек нездоров, блядь. На речь отражается и так далее. Я вообще знаю, что вам скажу, блядь. Люди, у которых есть какие-то когнитивные проблемы, блядь, у них первым делом страдает речь. И они все как-нибудь там, блядь, подвисают, тупят и так далее. Я, блядь, по себе сужу, нахуй. В своей квартире периодически убираетесь или нет? Убираетесь, блядь. Не видите, блядь. У меня там порядок, блядь. Горы мусора, нахуй. Нет, я не мою посуду, не портирую пыль. И еще, блядь, скидываю, нахуй, кучу мусора, блядь, до потолка. Там находился и уходил. И все. Лана, а вы были в гостях у Сергея? Да, я была в этой квартире. Там дверь открыта. И там стена. Здесь мусор, клопы. А, все-таки клопы есть? Есть, да. Вот такое жилище. У меня просто вещи сложены штабелями. Ремонт делал я сам, когда учился еще в институте. Квартира была полностью оборудована, прекрасно отремонтирована. Так, он сказал, что делал ремонт он сам. И клеил обои, блядь. И обои до сих пор висят. Соответственно, блядь, грамотно подошел к делу. Естественно, я только потолки не белил. Это было давно? Да, в 3989 году. Ох, нихуя себе я в этом году родился. Получается, 3-4 года, блядь, у него ремонта не было. Мы, блядь, сидим, нахуй, обсуждаем его ремонт, блядь, а у него, нахуй, горы мусора, блядь. То, знаете, ремонт уже делал второстепенное, блядь. А вы один жили в этой квартире? Нет, с матери. Мы с ней все делали вдвоем. Я работал некоторое время старшим инженером на предприятии связи. Нихуя себе, блядь, это вам не хухры-мухры, блядь. Старший инженер, это звучит-то пиздато. В последней моей должности был старший инженер оборудования связи по диплому. И мы с ней жили на ее пенсию. Папа жил отдельно, они разы... Чего, блядь? Ну, у него, видимо, мысль петляет, а то он такую хуйню сказал, что получил, что он, блядь, работал, но они жили на ее пенсию. Ну, блядь, хули, блядь? Я себе такая хуя. Он, значит, инженером работал, блядь. Тут как бы два плюс два сложить несложно. Единые, когда мне было 10 лет. И с тех пор мы с отцом больше не виделись. А почему за все это время не устроились на работу? Мне мама сказала, никуда не ходить, я больше ей не ходил. Слушайте, по ходу дела у него эта хуйня прям с ранних лет, потому что, блядь, ему мама говорит, не ходи на работу. Ну, я и не пошел, блядь. Если ты находишься в здравом уме, то ты, блядь, поймешь, что тебе какой-то, блядь, вредный совет дают, как минимум. Мы остались один. Без мамы и ее пенсия. На что же вы жили? А мне питание давали соседи. Они мне просто давали питание, молоко, хлеб и остальные все виды продуктов. Так 35 лет я прожил. Нихуясь у него, блядь, добренькие соседи, блядь. 35 лет его кормили, пиздец. А как он, интересно, за коммуналку платил, блядь? Как говорится, за счет соседей. А вы знаете, это очень стандартная история. Блядь, нихуясь и стандартная история, блядь, когда соседи тебя 35 лет содержат, блядь. Такой расклад вижу не первый раз. Действительно, это мамы, которые вырастили инфантильных сыновей. Зачастую это единственный ребенок. Мама держала у себя, у тела, не давала работать. А потом, когда мама не становится, мужчины 55-60 лет звонят и говорят, мне не на что жить. Мать умерла, денег нет, помогите. А они уже не могут работать. Они уже... Да они и знают, как работать. Они не умеют. Не умеют. А вот нихуя, он работал старшим инженером, блядь. Старшим инженером, это, блядь, на нем ответственность была. Это, блядь, серьезная хуйня. У них была какая-то, наверное, ну, как я вижу, глубокая привязанность с матерью. Эмоциональная связь. Плюс он буквально исполняет ее волеизъявление, когда она нам сказала, не работай. Она в тот момент имела в виду, мы не знаем ситуацию, почему она ему так сказала. Сергей, у вас много сейчас друзей? Были друзья по техникуму, по институту. Они все обзавелись семьями, а я был холост. Зачем мешаться под ногами у людей, когда у них своя семья? А почему вы не обзавелись семьей, женой, детьми? Просто я не встретил любимую, как говорят в народе. Поэтому я не отзавелся семьей и остался холостой. У вас родственники какие-то есть? Да, были. Но в связи с таким временным периодом, наверное, их уже в живых нет. Скажите, пожалуйста, Сергей, это правда, что вы какое-то время проживали практически в подъезде или на улице в теплое время года? Нет, 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 нет. Это наговоры все, да? У меня была квартира, я там жил, но только в коридорчике. Там было место свободное, я проходил туда, брал питание от соседей, закрывался и жил, бывает, в своей квартире. Почему вы жили только в коридорчике, а не в комнате? А там вещи лежат, я же вам объясняю. Ну, а сейчас... Мне интересна следующая хуйня. Вот он у соседей, блядь, пожрал, да, еды. И что он, блядь, в этом коридоре просто лежит и ждет чего-то, блядь? Или как его день проходит, блядь? Когда вот ты постоянно лежишь, блядь, деградируешь, то от этой хуйни ебнешься. Вы готовы эти вещи выбросить? А, по-моему, их без меня выбрасывают. Там дверь открыта. Ну, а вот ваши соседки Ольга и Анна говорят, что вещи все еще там. Ну, уже часть вещей выбросили. Сергей, сейчас вы находитесь в реабилитационном центре. Вам там нравится? Ну, так же, как и всем, кто там находится, всем нравится. Мне тоже нравится. Очень хороший коллектив, очень хорошее обеспечение. Я лично такого раньше не видел, потому что я никогда такими условиями жизни не пользовался. Давайте посмотрим, как вы устроились. 63-летний Сергей Самылин встречает нас в чистом, теплом свитере и синим треком. Одежду ему выдали здесь, в реабилитационном центре, вместе с предметами личной гигиены. Бритвенные станки, два, крем для мужчин. Мужчина показывает... Крем для мужчин. Мне интересно, что это за крем такой, блядь. ...комнату, в которой его поселили. Рассчитана она на 6 человек. В ней 3 двухъярусные кровати и небольшой шкаф. Здесь еще есть вот мне чемодан, показали, пустой. Это, говорит, для ваших вещей. Последующим. Сергей признается, он уже и забыл, каково это спать в теплой постели на чистом мягком матрасе. В книге телевизор. Я отдыхаю, целыми днями лежу в постели. Такая хуйня, что вот он лежит целыми днями. Блядь, не надо психологического образования иметь, блядь, чтобы ему депрессию поставить. Он очень похож на человека из депрессии. А там, блядь, тяжелая какая-то депрессия, вот мне кажется. Вот. А там как минимум еще букет целый всяких болезней. И не мужчина не предается некогда. В приюте четкий распорядок дня для всех постояльцев. А по расписанию нас будет вот Денис. Он стучит к нам в дверь и говорит, пожалуйста, проходите на завтрак, на обед, на полник, на ужин. Обедаете. Вы знаете, я просыпаюсь, вот мне надо сначала зубы почистить, блядь, а уже после этого завтракать. А вот почему-то люди после завтрака чистят зубы, блядь. Ты же, блядь, просыпаешься, у тебя, блядь, во рту вот эта вся хуйня за ночь, которая осталась, блядь, ты ее жрешь, блядь, и проглатываешь, блядь. Блядь, ну мерзкая хуйня, мне такое не нравится. Сергей теперь не на лестничной клетке, а за столом, накрытым яркой скатертью. Вместо сосисок и молока, пожертвованных соседями, макароны, фрикадельки, овощная икра и компот. А здесь у нас столовая. А здесь мы все кушаем. Готовят прекрасно. Сергей хвастается. От такой жизни у него даже ноги перестали болеть. Блядь, он такой ходит со своим ебальником, пиздец грустным, нахуй. Сергей радуется. От такой жизни у него даже ноги перестали болеть. И он такой, ну здесь нормально, блядь. Лучше, чем блядь, в квартире с клопами. У меня прекрасно ходят ноги. Остается только радоваться. Ну что? Хуху, охуя себе. Он нахуй, как это, блядь, терминатор улыбнулся, блядь. Маш, здесь условия гораздо лучше, чем дома, не правда ли? Я считаю, все, что мы сейчас здесь слышим и видим, лицезреем, как говорится, это все действительно за гранью. За гранью человеческой, как говорится. Какая проникновенная речь и какая глубокая отсылка к названию передачи. Мысли и фантазии вообще, может ли это вообще быть, как в ужасном сне? Я считаю, что Лана, которая оказала ему вот такое количество внимания... Бля, у этого мужчины очень глубокие голосы, знаете, кого он мне напоминает? Давайте я вам сейчас видео покажу, нахуй. Бля, вот прикиньте, он нахуй выглядит, как пиздюк, которому лет 15, а у него нахуй голос, блядь, ебанешься. Короче, смотрели, блядь, передачу про человека, страдающего перед плюшкинизмом, и нас мысль как-то завела к этому пацану, который, блядь, поет таким голосом. Это произошло, так сказать, через определенную доброту, которая именно и открывает людей, да, потому что всегда очень трудно, знаете, когда, так сказать, живешь, и к тебе соседи относятся просто формально, это бам, поешьте. А здесь через добрые какие-то взаимоотношения, которые являют собой самое главное, да, что он может частично оттаять. Ставьте лайк, если нахуй слушайте его, и вообще нихуя не поняли, о чем он, блядь, и забыли вообще, с чего все начиналось. Я вот вижу вот этот момент в этом. Сергей не знал, как ему жить по-другому, потому что у него такая программа 35 лет назад включилась. Он не знал, как ее выключить. Нахуя, блядь, программистка тут нашлась, блядь. Бесконечно все это на самом деле трогает. Сергей, я точно знаю, что вы своими руками что-то измените, и у вас появится еще один шанс жить по-другому. Мне почему-то кажется, что... Он такой с ухмылкой смотрит, такой, не, нихуя. Вам этого хочется. От всего сердца хочу вам это пожелать. Ты, короче, блядь, ставишь себя на его место, и такая, типа, со своей вот этой вот хуйней такая, блядь, как хочется нахуй убраться в его квартире. Я тоже испытываю, когда, блядь, хлам такой, что пиздец, мне тоже хочется убраться, блядь. Но не так сильно, как вы могли заметить, блядь. Все, что у вас получится, пусть все сбудется. К будущему. Мишке поклон и спасибо милой мамочке. Мишке поклон. Это все началось с детства. Она его не приучила ни к труду, ни к аккуратности, ни к дисциплине, ни к чему не приучила. Понимаете, она сказала, не делай этого, и все. И человек барахтается, и не может никак выпасть, и приспосабливается к тому, что вокруг него происходит. Вот я сегодня не вымыла тарелку, бросила в умывальник, да? Думаю, а завтра помою. А к вечеру у меня собирается целый умывальник, грязная посуда. Так же сняла платье, бросила, думаю, завтра повешу. Завтра туда брюки летят. И так ты обрастаешь вот этим всем. И тебе становится комфортно в этом жить. Вот сейчас ему комфортно в реабилитационном центре. Спасибо, Ланочка. Спасибо огромное за то, что они столько внимания ему уделили. Этого человека лечить надо нахуй. Он нездоров, у него какая-то хуйня в мозге происходит, блядь. А они такие ходят, блядь. Все хуйню ебаную несут, блядь. Невозможно уже это слушать, блядь. Но мы дослушаем, блядь, до конца. Дай бог, что если они смогут поставить на ноги, и заставить уметь бороться за свою собственную жизнь. Мы берем человека и заново его учим. Лечь спать, встать, почистить зубы. То есть все то, что мы делаем с вами, безусловно, то, что нам семья это с маленьких ногтей там внушила, и мы это делаем, не отдавая себе отчета. То, что сейчас мы говорим, спасибо маме, или мама там не так себя повела, это уже осталось в прошлом. Вот сейчас мы имеем то, что имеем. Блядь, мне знаете, какая хуйня интересная? Вот он уже старенький. А люди в старости хуёво всему учатся. Даже те, кто всю жизнь учились чему-то, они один хуй хуёво учатся. Вот я даже по себе скажу, блядь. Я, короче, как постарел... Ладно, не постарел, а взрослым стал. Я уже не так схватываю на лету, блядь, как раньше. Но я как бы для человека своего возраста довольно хорошо всю хуйню понимаю там и так далее, блядь. Но не так пиздато, как это было в молодости. А как же этот мужик? Он, во-первых, старый. Во-вторых, блядь, он, блядь, 35 лет и на печи, блядь, из клопов нахуй лежал. Вот это вот мне любопытно. И как вот он соображает там и так далее. Речь я видел у него скомканная. Но, блядь, это может быть следствием его психологических проблем. Поэтому, блядь, тоже хуй его знает. И наша задача вот именно не допустить вот это самое за гранью, когда человек остаётся без жилья, выброшенный на улицу. Не важно, что он не собственник. Важно то, что у него есть место. Он 60 лет прожил в этой квартире. Он как собака даже без головы будет бежать туда и будет жить в этом подъезде. Ебать, нахуй его сравнили. Собака без головы, нахуй. Тайна, покрытая мраком. Из-за чего умерла мама Сергея. И она лежала под нашими балконами. Потом приехала полиция и забрала. Я свидетель. Такого не было. Тогда почему она под моим балконом лежала? Хуя себе, блядь, нежданчик какой. А прикиньте, если он убил свою мамку во сне, например, и пожалел о содеянном. И на что готов мужчина, чтобы вернуться в квартиру, где прожил всю жизнь? Но в любом случае у человека должен быть шанс вернуться в нормальную жизнь. Его кормят... 30 лет кормят соседей. Он себе не готовил. Никогда. И вы считаете, что его можно отпустить в квартиру к нему жить? Это за гранью. Продолжим после короткой рекламы. За гранью. Что там мучиться готовить, блядь? Даже, блядь, дураки полные умеют готовить, нахуй. Вот знаете, я когда начал взрослую жизнь, я не мог даже, блядь, рис ёбаный сварить. Я в гугле вбивал, как сварить рис. В итоге находил уебанский какой-то рецепт, всё сделал неправильно, блядь. Потом сам уже допёр, что рис, типа, это такая хуйня, которая абсорбирует воду, блядь. И уже сам начал варить его, блядь. И потом я, короче, с продуктами взаимодействовал. И так вот потихонечку, блядь, понимал, как там себя ведёт тот или иной продукт и так далее. И сейчас у меня пизда получается готовить, блядь. Со всей уверенностью вам заявляю, что много ума не надо, блядь, научиться. Этому, блядь, любой дурак сможет. Это за гранью. 63-летний Сергей Самылин живёт в подъезде, потому что в собственной квартире не осталось для него места. Он до потолка завалил её хламом. Вот здесь просто синий вид. Ебучего клопа, который повесился, уже, блядь, сотый раз показывают. Пища, это надо выбросить всё полностью. Это однокомнатная, кухня пять с половиной метров. Но сейчас это превратилось всё, конечно, в огромный слой пыли, вы видите. Жильцы дома умоляют выселить мужчину, ведь он превратил их подъезд в ночлежку. Здесь он обедает, отдыхает и делает свои грязные дела. И делает свои грязные дела. Срёт, наверное, блядь. Это подразумевается, блядь. Бля, а вы представьте себе, блядь, старший инженер срёт в подъезде. Пиздец, как вот жизнь может повернуться, блядь. Сергей нужду справлял бутылочку. Рядом с собой у него была бутылка всегда. Был такой, конечно, момент, когда он ходил под себя, и это видели дети. Дети пугаются. Тьфу, блядь, нахуй. Так спокойно, говорит. Ну, дети пугаются, блядь, без эмоций каких-то, блядь. Тут такой мужик, блядь, старший инженер, блядь. У них, блядь, в подъезде. Срёт под себя, нахуй. Блядь, детик, блядь. Ему похуй, то есть, да, всё уже, блядь. И дети такие. Ой, блядь, нихуя себе, Антки. Ну, типа, как говорится, знаете, можно там испугаться, там паука какой-нибудь, ещё какой-нибудь такой хуйни. И дети также испугались, блядь, срущивая старшего инженера у них в подъезде, блядь. Может сидеть здесь, лежать, полностью разложиться. То есть невозможно подойти к почтовым ящикам, забрать корреспонденцию. А в злополучной квартире вместо хозяина поселились тараканы и клопы, которые теперь расползаются по всей многоэтажке. В свою квартиру он попасть просто физически не может. Там всё в вещах, да, с самого потолка. То есть мы видим дверь, да, его, это всё вот жизнедеятельность клопов. Когда вызывали службу, да, просто они не могут туда добраться. Но Сергей уверяет, насекомых у него нет. А от вещей он и сам не прочь. Я когда обозревал тиктоки, там был чувак с низкопиксельным зрением. Вот по ходу дела, блядь, это его батя, нахуй. Сейчас бавиться, вот только здоровье не позволяет. У нас же в доме никогда не было ни клопов, ни тараканы. Я вообще-то думал выкинуть, но мне сказали, пускай лежит. Я говорю, я так думаю, ну пять лет прошло, ну десять, ну двадцать пять лет. Ну лежит-то лежит, у меня уже теперь силы не те, я вот до ног выбросил. С того симптома есть. Сергей, ещё у одной соседки больше не осталось сил терпеть свалку, которую вы у себя устроили. У нас в гостях Татьяна Райнина. Добрый день, здравствуйте, Татьяна. Как долго вы живёте по соседству с Сергеем? Я живу с Сергеем по соседству с 89-го года. И как вам живётся с ним? С ним плохо жилось. Все его годы. Все крысы, тараканы, клопы, грязь, всё, что есть в помойке, всё несёт он. Я ничего не несу в помойке. К себе в квартиру, да. Я знала хорошо твою маму, которая ходила ко мне занимать деньги. Моя мама никогда ни у кого денег не занимала. Мама ходила занимать деньги, а в префектуре работали мы. Она тоже с помойки приносила. Ни с какой помойки она ничего не приносила. Серёжа приносил с помойки. Не надо меня называть Серёжей. А из-за чего умерла мама Сергея? Мама выброшена была из окна с 8-го этажа. Это балкон на 8-м, а я на 3-м. И она лежала под нашими балконами. Потом приехала полиция и забрала. Я свидетель. А кто же выбросил маму с балкона? А милиции ничего нам на эти вопросы не было. Этот мужик такой, кто же выбросил маму с балкона? А сам такой, попахивает сенсацией. Отвечено. Сергей, вы помните этот эпизод? Такого не было. Тогда почему она под моим балконом лежала? К нам приехал человек, который своими глазами видел эту трагедию. В студии Леонид Базарный. Здравствуйте, Леонид. Добрый день. Вы живёте в одном подъезде с Сергеем? Нет, я рядом в подъезде живу. Я во втором, мой в третьем. Но о нём, я полагаю, вы тоже наслышаны. Да. Человек, как говорится, синдром Плюшкина, ходит по помойкам, собирает всё. И всё домой. И всё тащит домой. А мать его, Леонид, страдала тем же синдромом? Ну, скажем так, что у них там было в доме, я не знаю. Я просто видел, когда она выпала из балкона. Мы с товарищем находились за домом, решили починить машину, он попросил меня помочь. Стали что-то делать и услышали шорох. Ну, там, по деревьям, там, всё это. И такой резкий звук об асфальте. Вы, наверное, подумаете, что я сволочь, но я просто не могу вам не показать вот этот мем. Ну что, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный рот! А потом она приземляется, и вот такая хуйня. Шли, решили посмотреть, что там. Увидели женщину. Ну, я товарищу сказал, ты посторожи, чтобы никто не подходил. А сам пошёл, вызвал полицию и скорую. Они пришли, нас опросили. И записали всё. Всё. И вызвали там струповозку, которая увезла. Ну и больше ничего. Вроде сказали, что она сама выкинулась. Ну, я не видел, чтобы кто-то её там выкидывал или что. Если мать Сергея носила в квартиру хлам, Сергей таскал этот же хлам с помоек, получается, вы уже много лет страдаете от этих клопов. Началось всё это с прошлого года. Сергей, скажите, что проще, избавиться от насекомых совсем или всё-таки предотвратить их появление? Конечно, проще предотвратить появление, чем избавиться от них. Вы показали нам, что можно сделать, чтобы защитить свою квартиру от насекомых. Давайте посмотрим. Лапы и тараканы могут попасть к вам в квартиру через вытяжку на кухне, люстры и канализацию. Эта хуйня мне напомнила. Репортаж про червяка. Короче, посмотрите как-нибудь. Эту хуйню, это пиздец. Те, что понаглее, заходят прямо через входную дверь. Бегут они из подвала, рассказывает дезинсектор Сергей Савин. В подвале всегда тепло и влажно, поэтому это очень хорошая света, которая благоприятствует размножению клопов и тараканов. Вот трубы, и по этим трубам они пробираются и уже расходятся по нашим квартирам. Если тараканы-насекомые непривередливые и готовы жить хоть за плинтусом, то клопы чаще всего выбирают себе места поуютнее. Клопы очень любят жить в складках мебели. Залазить в швы, и там себе обустрают гнезда. Дезинсектор уверяет, существует масса способов борьбы с насекомыми. Есть и довольно простые. Например, обработать мягкую мебель парогенератором. Если, конечно, их уже несколько, мы можем прибегнуть к химии, которая продается в магазин. Но мужчина предупреждает. Бездумно раскладывать и распылять отраву по квартире не стоит. Так как тараканы очень любят приходить по ночам пить воду в раковину, мы на ночь можем обработать раковину средством. Те камели, которые остались, пропитаются отравой, тараканы попьют это водички и сдохнут. Сегодня на прилавках множество различных средств от вредителей на любой кошелек. Но на цену при выборе ориентироваться не стоит, убеждет специалист. Есть распылитель, который стоит, скажем, 50 рублей, который стоит 500 рублей. Но работают они одинаково. В принципе, у них у всех производное одно. Все они производятся из одного яда. Всем нам знакомые мелки, по словам Сергея, неэффективны. Реальную угрозу для вредителей больше представляют аэрозоли и порошки. Более эффективны, которые все-таки распыляются, потому что они попадают в места недоступные, которые вы сможете намазать гелем или мелком. Благодаря распылителю мы можем избавиться в течение недели. Сергей, вот в случае Анны и Ольги, что поможет? Какие средства? Поможет только сначала обрабатывать квартиру соседа. Полностью всех уничтожить, а потом уже обрабатывать у них. Только в этом случае можно будет удалить полностью весь очаг заражения. Ну что, получается, вариант только один? Договариваться с соседом? Только один с соседом. С соседями даже, я сказал бы. Потому что наверняка не расползлись уже по всему стояку. То есть сначала нужно вывести хлам из квартиры Сергея, а потом провести дезинфекцию по всему подъезду. По всему подъезду, не только в подъезде, но и на чердаке, и в подвале. Сергей, готовы ли вы избавиться от всего ненужного, что есть в вашей квартире? Вполне. А вы сейчас... Блядь, да ему похуй вообще. Есть там что-то нужное, есть там что-то ненужное. Он, блядь, в депрессии, ему, блядь, вообще не до чего нахуй. Вообще-то, хотите вернуться домой? А кто не хочет вернуться домой? В нормальной жизни у него не было практически лет 30. И, скорее всего, самостоятельно жить этот человек не научился. У него нет такого опыта. И вряд ли в 63 года это вообще возможно. Но это не значит, что этот человек не может быть социально полезным в какой-то ситуации, заботиться о ком-то, делать какую-то простую, посильную, понятную для него работу. В своей квартире. Марина, то есть вы хотите оказать Сергею психологическую помощь? Да, конечно. Это возможно. Я думаю, Сергеич, что уже ситуация на сегодняшний день начинает нормализовываться, потому что органы... Я считаю, что психолог тут вообще, блядь, не пришей к пизде рукав. У этого мужика уж совсем большие нарушения, с которыми психолог не справится. Социальный и фонд Ланы взяли его под опеку. Кроме того, Сергей показал за три дня, как говорит Лана, хорошие результаты. Он быстро адаптировался к той жизни, к которой ему предложили. Выполняет работу, ведет нормальный социальный образ жизни. Но в любом случае у человека должен быть шанс вернуться в нормальную жизнь. Анна, на данный момент он имеет право вернуться в свою квартиру. Но он же не лишен этого права. Я так поняла, что эта квартира появилась у него, скажем так, у его родителей, была дана муниципалитетам, выдана, да, в те времена, наверное, по ордеру. И он также имеет право заключить договор соцнайма, обратиться за приватизацией этой квартиры. На сегодняшний день у него недлительный период, скажем так, о социальном образе жизни, о котором говорят сейчас соседи. И тут уже суду нужно будет решать в дальнейшем, если ему откажут органы муниципалитета, признание права его в социальном контракте. Соответственно, он может обратиться в суд, и уже суд будет решать, достаточно ли обстоятельств, чтобы ему не жить в этой квартире. Анна, а кто в этом случае должен взять опеку над Сергеем? Государство? Государство. Конечно. Органы опеки, учитывая, что он пенсионного возраста, Органы опеки, социальные службы должны взять патронаж над Сергеем. Дома у него нет там света, у него нет воды, у него нет газа. Его 30 лет кормят соседи. Он себе не готовил никогда. И вы считаете, что его можно отпустить в квартиру к нему жить, а будет приходить соцработник ему... Очевидно, что у него какие-нибудь рецидивы ебаные будут, блядь. К гадалке не ходи. Ну, готовить кушать или соседи будут? Нет, подождите, это не нам решать. Соцработник будет приходить, да. И соцработник будет приходить готовить. Мы его не выпустим никуда, скажем так, в свободное плавание на улицу, там, в какую-то жизнь, не осуществляя за ним какого-то надзора, какого-то присмотра. Мне очень нравится, как Лана относится к этому человеку, понимаете? Это все-таки вот та доброта, которая ему нужна сейчас. Может, он наконец поймет, что нужно быть вообще аккуратным, ухаживать за собой, следить за собой. У него появится, может, интерес к жизни. А Лане большое спасибо, потому что та доброта, которую вы излучаете, она просто ему необходима. Пойдут ли жильцы столичной многоэтажки на крайние меры, чтобы навсегда решить проблему с несговорчивым соседом? Права одного заканчиваются там, где начинаются права другого. Можно было обратиться в управу с требованием, чтобы они расторглись с ним договор социального найма. И выселим. Узнаем после рекламы. За гранью. Это за гранью. Лапы выселили из квартиры ее же хозяина. Шести... Брать, лапы взяли такие. Пошел нахуй, блядь. Мне это напомнило, был эксперимент. Устроили райские условия жизни для мышей. И там потом они начали на группы разбиваться, кто как себя вел там и так далее. Это интересно почитать. Блядь, не помню, как эта хуйня называется. Какую-нибудь, блядь, хуйню вбейте в гугле, что им типа рай для мышей, блядь, эксперимент, ебаный, блядь. Такая хуйня, небось, найдется. В итоге съехал в подъезд, чем шокировал всех соседей. После потери матери он начал вот этим накопительством заниматься и стаскивать все в квартиру. Насекомые из злополучной квартиры расползлись по всему дому, возмущаются жители. Теперь они вынуждены ходить по подъезду в бахилах. Каждый раз... Одна такая нашлась, которая в бахилы ходит. Нет, блядь, все нахуй, блядь, ходят. Подходя к подъезду, я надеваю бахилы, дабы не занести насекомых себе домой. После многочисленных жалоб соседей Сергея временно забрали в реабилитационный центр. Его директор Лана Журкина уверена, мужчину нужно не выселять, а спасать. Конечно, мы сейчас обеспечим ему всю терапию. Он будет под присмотром наших сотрудников. И я думаю, что его состояние физическое и состояние здоровья, конечно же, улучшится. Ну, единственное, что он не будет у нас, конечно, жить вечно. Бля, вот вы представьте себе, вот этому человеку нужно к психиатру обратиться. Это хорошо, что вот он попал вот в такие условия, что там о нем позаботились, но мне вот интересно, его к психиатру отправили или нет? Потому что совершенно очевидно, что этому человеку вот прям надо. Я бы даже сказал, что ему очень даже по адресу к психиатру обратиться. Пока не поздно, блядь. Летаться и Сергей намерен вернуться в родные пенаты. Ведь в этом доме мужчина прожил 60 лет. Да, я очень хочу вернуться домой, вот когда вот это все мусор выбросим. Но соседи уверены. Что он сказал? Выбросят? Или выброш... А, стоп. Он не сказал выброшу. Он сказал выбросят. Давайте еще разок переслушаем. Вот когда вот это все мусор выбросим. То есть, блядь, он нахуй даже не подразумевает, что ему надо, блядь, эту хуйню выбросить. Вот он, блядь, жук ебаный. Но соседи уверены. Даже если привести его квартиру в порядок, Сергей в два счета превратит ее в свалку, когда вернется. Если его отправить, ну, вольное, скажем, плавание, он опять начнет это все собирать, и это... Его надо как-то под присмотр. Евгений, что же делать с соседем в этой ситуации? Можно было обратиться в управу с требованием, чтобы они расторглись с ним договор социального найма. И выселим. Права одного заканчиваются там, где начинаются права другого. Да. И все. Понимаете, вот здесь надо найти какой-то баланс интереса. Не, он слишком радикальный, блядь. Ну, этого мужика надо на лечение отправлять, и все, нахуй, в дурку, блядь. Ну, очевидно, что он, блядь, пациент этой всей хуйни. А они, блядь, давайте выселим его, чтобы он бомжом стал. Охуенно, блядь. Вы поножите с соседним жильцам этого дома разобраться с этими вопросами. Я с радостью готов помочь, это уже интересно даже становится. Из нашей студии Сергей... Нихуя себе, какой он, блядь, пидорок ебаный. Я с радостью готов мужика психически больного выкинуть на улицу, чтобы он бомжевал, блядь. Мне даже это интересно. И вновь отправляется в реабилитационный центр, чтобы под чутким наблюдением специалистов попробовать начать новую жизнь. У нас здесь с ним занимается специалист по лечебной физкультуре. Еще наработает социальный работник. Нам необходимо человека легализовать, получив ему паспорт. Процедура уже запущена. Самое главное сейчас научить пожилого мужчину жить в социуме. Помимо групповой психотерапии, которую Сергей проходит в центре, он индивидуально поработал с психологом Марины Шматко. Рассказывали у соседей, что он совершенно не общался. Сейчас он совсем по-другому человек реагирует. Он улыбается, активно идет на контакт. В это время к дому, где находится квартира Сергея, съезжается тяжелая техника и люди в защитных костюмах. Хлам из его жилища они выносят в огромных черных мешках, а потом тракторным ковшом поднимают в грузовик. Через несколько часов кузов заполнен домикой. Блядь, это плюшевая обезьяна. Я, блядь, представил, нахуй. Он, блядь, пошел, нахуй, с помойки, блядь, принес ебучую, здоровенную, блядь, плюшевую обезьяну, нахуй. Очень нужная вещь в хозяйстве, блядь. ...вещи отправляются на свалку. И так несколько дней подряд. Лишь после этого начинается второй этап. Дезинсекция квартиры и общего стаика в подъезде. Вот они, яйца. А где хуи? Ха-ха-ха. Все, оно еще имеет место вылупиться. То есть здесь очень тоже все запущено. Затем мастера ставят новую входную дверь в квартиру, чтобы навсегда закрыть ее от насекомых и зловонного мусора. Я совершенно точно могу сказать, что очень много людей по стране, блядь, которые вот такие, как этот мужик. Каждому че, блядь, мусор за него вынести, блядь, дверь поставить, блядь, и прочее-то хуйня. Хотелось бы знать, как поступать человеку, который, блядь, в такой ситуации оказался, и он, блядь, не попал на телевидение, и о нем не позаботились, блядь. Юрист Евгений Макаров уже провел первую консультацию с другими жильцами. Если Сергей не возьмется за ум, собственники пойдут на крайние меры и будут бороться за выселение мужчины. Кто это за хуйня, взяться за ум? Блядь, он нездоров, нахуй. Вы что, дураки, что ли, блядь? Но пока соседи настроены дать ему еще один шанс. Спасибо программе за гранью. Сергея в подъезде больше нет. Если он вернется в подъезд проживать, то будем решать вопрос по его выселению с юристами программы. А сейчас надеюсь, что Сергей будет проживать счастливо в своей квартире. Смотрите завтра в программе. Вот так вот резко оборвалась эта передача. Что я вам могу сказать? Какое-то, блядь, уебанство. Все как-то, блядь, сделано неправильно. На мой взгляд, естественно. Я, конечно, могу быть неправым, блядь. В свое время научился говорить полную хуйню с серьезным видом, блядь. Навык полезный, блядь. Но иногда вот он может такую злую шутку сыграть, что я вам всякую хуйню говорю, блядь, с серьезным видом, а вы поверите. Не надо так делать, блядь. Вы должны включать критическое мышление, блядь. Думайте головой. И после этой фразы я должен вам какую-нибудь хуйню начать затирать, чтобы вы поверили, блядь. Ладно, что я скажу. Передача интересная. Но как-то, блядь, финал такой себе. Мне не понравилось. Мне не понравилось, что этого мужика лечить не будут, блядь, что с ним, блядь, лясы поточат, блядь. У него там рецидивы начнутся и так далее, блядь. Ему надо какие-то таблетки пить. Это очевидно. Потому что так вот просто простыми разговорами хуй чего получится, блядь. Я в этом уверен. Соответственно, его возьмут и выселят, нахуй. Лазейку в законах найдут, блядь. И выпанут его, нахуй. И все на этом. Я вот вижу такое будущее, учитывая те вводные, которые сейчас имеются. Может быть, конечно, кто-то там найдется, кто-то скажет, ой, блядь, ему надо в дурку лечь, нахуй. Или к психиатру там пойти и так далее. Но что-то я не верю в эту хуйню. Ставьте, ребята, лайк, нахуй. Чтобы отметить, что вы посмотрели это видео. Да и все нахуй. Давайте, ребят, пока.